Талиса Старк, урожденная Мейгор, возлюбленная, а позже супруга короля Роба Старка. Талиса родом из Валантиса, была дочерью богатых и знатных родителей. Когда Талисе было 12 лет, ее родители уехали на несколько дней, а она осталась вместе со своим младшим братом. Одним очень жарким днем они пошли купаться на реку Ройну. Пока она разговаривала с подругами, ее брат потерялся. Талиса стала его искать. Она заметила его в воде лицом вниз. Талиса вытащила его, стала трясти брата, но тот не дышал. Потом появился какой-то человек и стал давить мальчику на грудь до тех пор, пока тот не пришел в себя. Этот человек был рабом, что было сразу видно по татуировке на его лице. Спасая мальчика, он рисковал своей жизнью, ведь рабам в Валантисе запрещено прикасаться к благородным людям. После этого Талиса приняла решение покинуть родной дом, так как хотела посвятить жизнь не танцам и развлечениям, а чему-нибудь полезному. Также она не хотела жить там, где одни люди принадлежат другим. В книге жена короля Роба из Вестероса и зовут ее Джейн Вестерлинг. Талисы в книге нет, а фамилия Мейгар упоминается лишь несколько раз. Замок Крэг, куда Роб Старк отправился на переговоры, как раз и принадлежал Вестерлингам. По пути туда Роб получил легкое ранение, а также узнал о предательстве Теона Гриджоя, что расстроило его гораздо больше. Молодой король нашел утешение в объятиях юной Джейн Вестерлинг. Они провели вместе ночь. На утро Роб Старк принял решение жениться на Джейн, дабы не показаться бесчестным. Изначально имя персонажа Уны Чаплин было заявлено как Джейн, но в связи с тем, что сюжетная линия жены Роба Старка была значительно изменена по сравнению с книгами, Джордж Мартин предложил поменять ее имя и сделать его более волантийским. Странно, что Роб и Талиса провели обряд бракосочетания по традициям семерых. Ведь сам Роб родом с севера, где поклоняются старым богам. Что касается Талисы, то ее религиозные предпочтения неизвестны, она родом с Эсоса, где сосредоточено множество религий. Но судя по разговору Талисы и Кейтлин в серии «Темные крылья», «Темные слова», девушка абсолютно незнакома с традициями и обычаями веры в семерых. Книжная жена Роба не присутствовала на свадьбе Эдмора Тали и Рослин Фрей. Она так и не забеременела. Хотя, по ее словам, они с Робом очень старались. А Джейн даже пила настой, способствующий зачатию.